Такой план нашего занятия — это ответить на такие вопросы, которые на самом деле от участников в реальном мастер-классе звучат очень часто. Первое — мы ознакомимся с целым, что такое джайл и какие есть роли в скрам. Поговорим о том, какие обязанности и задачи у такой роли, как скрам-мастер, о котором мы сегодня будем говорить, конечно, все наше время. Скрам-мастер и джайл-коуч, чем они отличаются? Очень часто сейчас на HeadHunter и других источниках публикации вакансий можно увидеть не только скрам-мастер, а и джайл-коуч, фасилитатор. Кто это за люди, какие роли и вообще чем они отличаются, я также поясню, расскажу сегодня. Какие есть сертификации, сколько стоит, вообще стоит ли их сдавать. Если сдавать, то какие вообще есть сложности при тестировании, какие проще, какие сложнее, на практическом опыте также объясню и расскажу. Сколько зарабатывают скрам-мастера? Периодически слышу этот вопрос. Я думаю, что он очень верный, потому что действительно скрам стал популярен 3-4 года назад в Москве, в городах и регионах плюс-минус также. И, в общем-то, появились вакансии, их сейчас достаточно много. Нужно понимать, да, чем они отличаются между собой и вообще, насколько работодатель понимает, кто ему действительно нужен, да, с чем он может столкнуться, если захотите поработать в данной роли. Как раз именно к этому у нас следующий пункт. Что делать, у меня нет опыта, кто же меня возьмет работать. И если у нас будут слушатели, которые являются практиками в непосредственно, скажем так, в управлении проектами реальными сейчас, и есть вообще задача взять скрам-мастера, но это никто не одобряет, да, как же обосновать, что нужен скрам-мастер. Вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, если... Пишите, пожалуйста, в чат, в общем-то, немножечко о себе, да, чтобы я понимала, какие слушатели у нас сегодня, чем вы занимаетесь и какие у вас есть задачи на нашу небольшую встречу. А я пока начну рассказывать, что же такое в целом agile, какие роли есть скрам и каким же образом, да, то есть как не запутаться во всех этих понятиях и желательно все-таки очень четко в них разбираться. К сожалению, достаточно большое количество людей, даже именитых и работающих в этой сфере уже много лет, все еще путают понятия, даже не то, что путают, а употребляют их неверно, и тем самым путают тех слушателей и тех участников, вообще тех сотрудников компании, которые, может быть, вообще не сталкивались с данным родом деятельности. Итак, факт об agile, который важно знать. Значит, первое, да, что нужно понимать, это, что agile – это идеология, да, а не конкретная методология, либо какой-то способ управления проектами, или, как иногда говорят, это, в общем-то, просто какие-то мысли, которые кто-то записал и теперь, в общем-то, пытается им следовать, да. На самом деле, agile – это именно идеология. То есть это не подход к управлению проектами, не методика, не практика, а именно просто идея, да, в рамках которой развиваются уже дальше конкретные подходы, практики и так далее. Значит, само вообще понятие agile в переводе с английского – это вообще, ну, прилагательное, да, которое означает гибкий, подвижный, прыткий и так далее. То есть, в общем-то, если вы вдруг видите в литературе, agile написано с маленьких букв, это именно прилагательное, ну, с таким переводом, либо еще есть несколько значений. Agile с прописной буквы, да, с заглавной, все-таки как раз говорит именно об этой идеологии в рамках управления проектами. Ага. Значит, да, вижу первые комментарии. HR прочитала книгу Тома де Марка, я тоже читала прекрасную книгу «Дедлайн». Ага. Так, да, Эмиль, поняла, спасибо. Значит, вот про скрам agile, здесь вот нам пишет слушатель Эмиль, что много слышал, и действительно так, много об этом говорят. Сегодня, я думаю, что расставим с точкой над «и». Agile манифест – это как раз то, что и есть идеология agile. Да, идеология agile заключена в agile манифесте. У меня не просто так такой фон с горами, дело в том, что agile манифест был принят в феврале 2001 года, то есть, значит, такая новая история, на лыжном курорте в горах штата Юты, да, поэтому в Америке. И, соответственно, в… почему еще говорят, что agile для IT? Потому что это на самом деле сейчас уже не так, но изначально действительно создателями agile манифеста было 17 разработчиков, то есть, людей, которые так или иначе относились к разработке программного обеспечения. Сейчас, уже спустя, мы понимаем, практически 18 лет agile мышления и в целом такой подход к гибкому управлению проектами с учетом часто меняющихся изменений, с учетом того, что эти изменения могут носить как личностный характер какого-то заказчика либо инвестора, так и реальных внешних обстоятельств. Данный подход и вообще подходы, да, которые следуют agile идеологии, их используют в очень различных отраслях. Мы сегодня тоже об этом коротко, но скажем. В манифесте 4 основные идеи и 12 принципов. Вот данные вопросы относительно идеи и принципов мы очень четко разбираем на нашем общем курсе Agile Scrum Foundation, да, на первых двух уровнях. Когда мы говорим о курсе для Scrum мастеров, там мы говорим именно об том, как себя должен вести Scrum мастер, будучи в этой роли, да, и почему это вообще самая важная роль в Scrum. Но об этом чуть позже. Итак, в манифесте 4 основные идеи и 12 принципов. Этот манифест доступен в открытом доступе. При желании я могу выложить личную группу нашего вебинара. В любом случае обязательно почитайте и попытайтесь проникнуться, да, теми идеями, которые там есть. Манифест, он не содержит четких советов и четких шагов. То есть там лишь, опять же таки, идеи и принципы, которые можно следовать в случае, если вы работаете в проектной деятельности, либо у вас проектно-операционная деятельность. На самом деле в любой компании деятельность делится на проектно-операционную, поэтому актуально для всех. Известно, на самом деле, большое количество методик и фреймворков, практик конкретных, которые опираются на agile манифест. Самый популярный из них – это Scrum и Extreme Programming, то есть Scrum и XP-программирование. Но мы все-таки будем говорить о Scrum. Программирование почему? Дело в том, что Scrum, как вы сейчас можете видеть, по популярности, в общем-то, охватывает 58% рынка тех компаний, которые так или иначе связаны с проектной деятельностью. Все это связано с тем, что он очень прост в понимании, имеет четкие правила, четкие таймбоксы, да, ограничения по времени, четкие роли, о которых мы сейчас скажем. И в целом он очень прост для понимания и для первоначального внедрения. Следовать Scrum сложно. Вот я не буду говорить о том, что это очень просто, потому что есть некоторые сложности, особенно в длительных проектах, а как раз-таки гибкие подходы, они для длительных проектов. Так что в целом, если сложность заключается лишь в дисциплине, лишь в желании людей действительно получать результат. Если вы хотите получать результат как в своей личной жизни, так и в реальной проектной деятельности, на мой взгляд, нет ничего круче и лучше, чем следование абсолютно человеческим понятным подходам и вообще идеям в agile-манифесте и конкретным понятным подходам в Scrum. О Scrum я сегодня тоже расскажу для того, чтобы у нас было у всех одинаковое понятие и выровнено наше знание. Где вы можете прочесть, что за таверные источники, о том, что же такое вообще agile, Scrum и так далее подробно? Вы можете прочесть вот в этих пособиях. Scrum Guide, то, что вы видите справа, это руководство по Scrum. Оно доступно более чем на 30 языках мира, включая русский язык. И по той ссылке, которая у вас сейчас есть в презентации, вы можете скачать как на оригинальном английском языке, так на русском языках, французских, бразильских, на тех языках, на которых вам будет удобно и нужно работать самому, либо с вашими заказчиками. Однако, также Scrum и вообще все принципы agile сейчас очень подробно расписаны в новом PMBOK. Вот мы сегодня будем говорить о том, какие есть сертификации. И я уже сказала в самом начале, что я являюсь членом PMI, у меня есть сертификат PMP. И это вот все об этом. Вот об этих двух брошюрах, которые вы сейчас видите. Есть такой американский университет, который первый и в целом, ну, сейчас на самом деле является все еще одним из самых известных, популярных по управлению проектами. В России есть аналог. SovNet называется. Но все-таки PMI, он имеет влияние как не только в России, но и во многих странах Европы. И действительно, там собраны в PMBOK собраны лучшие практики по управлению проектами. Он также доступен для скачения послы, которые я показала, но, к сожалению, не бесплатно. Более того, я тоже не права распространять. Каждый из гайдов является именным, да, за что есть очень большие санкции. В общем-то, но стоит он небольших денег. Это порядка 128 долларов. Более того, вы вступаете в PMI и получаете, в общем-то, данные пособия. Также доступно на русском языке абсолютно бесплатно в рамках членского взноса. Просто информационно имейте это в виду. Вот. Если вы управляете проектами, либо хотите знать, как можно больше практик управления проектами, нет ничего лучше, чем PMBOK, да, от PMI на нашем родном русском языке. Все очень понятно написано. Это общий вопрос, что касалось agile, управления проектами, и слегка начинаем затрагивать скрам. Итак, что же такое скрам? Если я сказала, что agile – это прилагательное, которое как раз означает гибкие, прыткие, в общем, все то, в общем-то, почему мы говорим о том, что это гибкие подходы, да, agile – подходы, вот ровно все по этому. Перевод с английского на русский. Есть такое понятие, как скрам, тоже носящее, конечно же, такое иностранное значение, да, с английского языка означает схватка. Сам термин скрам, вот для тех, напишите, пожалуйста, в чат, кто читал, помимо его дедлайна, кто читал еще, может быть, такую красную книжку скрам, да, которая очень популярна, и в целом, на самом деле, мне кажется, именно от нее и зародилась такая популярность в масс-маркете данного подхода к управлению проектами, да, красная книжечка Джеффа Сазерленда. Кто читал, может быть, напишите, пожалуйста. Итак, скрам – это тоже не методология, это фреймворк. Чем отличается фреймворк от конкретной методологии? Дело в том, что методология – это какие-то четкие правила, которым нужно следовать. Ага, все, поняла, да, прочтите, там тоже в таком, в рамках, ну, в стиле делового романа рассказывается о основных идеях. Скрама очень доходчиво, хорошо, в общем-то, тоже можете к дедлайну дополнить, да, и, Вадим, да, если есть книга, то стоит прочесть. Так вот, хотя у кого ее нет, я также могу предложить лично к имени от нашей группы эту книгу в электронном виде, абсолютно легально купленную. Так вот, фреймворк – это скелет, да, скелет базовых элементов, на которых, в общем-то, каркас правил, исходя из которого вы можете строить свой подход к управлению проектом вашей реальной компании, либо вашей жизни. Почему я говорю еще о вашей жизни? Потому что, действительно, мы точно так же с вами живем в эпоху очень частых и быстрых изменений. И дело в том, что очень часто наши планы и наши идеи, которые были с самого начала, не осуществляются по многим причинам. Не хватило бюджета, ресурса, энергии, времени, вдохновения и так далее. Также и в проектной деятельности все то же самое. Также работают люди, и причины схожие, да, недопонимание, недоговорились, недопоняли друг друга. В общем-то, вот со всеми этими вопросами можно бороться в гибких подходах. Один из, как я уже сказала, методов в рамках HR-инологии – это скрам. Однако скрам лучше, чем метод, потому что это фреймворк, на основании которого вы сможете выстроить ваши процессы в жизни и в бизнесе, опираясь на те правила, о которых мы сейчас скажем. Что же такое скрам? На данном слайде скрам на одном слайде. То есть вот этот весь процесс, который вы видите, в этом весь скрам. В скраме есть определенные участники роли, о которых мы скажем дальше, да. Это product owner, владелец продукта, так он называется в скраме. Кстати, в скраме очень важно, если вы решаете его внедрять, соблюдать вот эти четкие названия и в целом не пренебрегать этими определениями. Иногда начинают говорить, что нет, но product owner – то же самое, что менеджер проекта. Это неправда. Тоже скажем сегодня почему. Итак, в скраме есть три роли. Product owner – владелец продукта. Это всегда один человек. Нельзя сделать у кого-то участника команды друг владельцем продукта. Вот. То есть это всегда отдельный человек, который не занимается непосредственно исполнением. То есть либо если этот проект в IT-отрасле не занимается разработкой программного обеспечения, да, либо версткой дизайна его, либо это просто какой-либо проект вне IT, то он не является участником команды. Чтобы вам было это понятно. Не исполнитель – это человек. Следующее – это скрам-мастер. Как раз та роль, в которую мы сегодня делим больше внимания. Тоже всегда один человек. Обращаю ваше внимание, и тот, и другой может работать в нескольких проектах. Но при этом продукт-оунер, он больше бизнес-ориентирован. Он всегда такой, знаете, адвокат заказчика. Он погружен в бизнес-процесс и старается сделать так, его главная задача – сделать так, чтобы продукт, на котором вы работаете, был нужен рынку или внутреннему заказчику сейчас, был правильный, то есть технически правильный, либо выполненный без ошибок, если это какая-то операционная деятельность. И в то же время он должен разбираться в нише, в маркетинге, то есть такой, знаете, предприниматель в рамках проекта. Скрам-мастер – это человек, который больше работает с командой. Я иногда этот вопрос задаю в нашем большом курсе, но здесь у нас не так много времени, поэтому я скажу сразу, что скрам-мастер – это как раз человек, который больше похож на стандартного руководителя проекта. То есть человек, который, но с другим уклоном, конечно, однако это человек, который работает с командой, решает организационные вопросы, связанные с работой команды, с работой исполнителей именно. Это человек, который работает над атмосферой, над мотивацией команды, с точки зрения мотивации, именно эмоциональной составляющей. Он не рассчитывает для них KPI, не рассчитывает для них бюджеты, не пытается каким-то образом повлиять на финансы проекта. Скрам-мастер вообще не участвует в финансах проекта. Он участвует именно в командном духе, в такой своеобразной коуч в рамках проектной деятельности. И в скраме есть также третья роль – команда разработчиков, либо девелопмент-тим, как его называют на английском языке. Важно. Команда разработчиков, либо команда исполнителей, если вы работаете в рамках скрама, всегда до 9 человек. То есть у вас есть владелец продукта – один человек, скрам-мастер – один человек, и еще команда – до 9 человек. Если у вас команда вдруг, ну, по причине того, что проект очень большой, становится больше, чем 9 человек, вам нужно дробить ее на команды. Но важно дробить на команды не по направлениям деятельности, например, разработчики отдельно, верстальщики отдельно, отдельно дизайнеры и так далее. Это неправильно в скраме. Нужно дробить по проектам. Например, разрабатываете вы сайт, мобильное приложение и мобильную версию сайта, ну, если вдруг у вас еще так, неадаптивная. Так вот, надо дробить команды по направлениям. Одна – это часть за сайт, другая – за мобильное приложение, третья – за, в данном случае, мобильную версию, в моем примере. Эти люди всегда специалисты, то есть в команде разработчиков у вас должны быть специалисты, необходимые для реализации проекта в том объеме, который вы войдете сейчас. С этого уже начинается гибкость. То есть вы не набираете всех людей, которых необходимо набрать в рамках всего проекта. Вы говорите только о том, что нам нужны те люди, которых мы можем занять в этот момент времени. Ну, грубо говоря, команда постепенно растет в рамках развития проекта. Если проект не развивается, вы как заказчик, либо как инвестор, либо как исполнитель нанесете лишние нагрузки, не теряете в деньгах, а, в общем-то, признаете, что проект по каким-то причинам не выстрелил, и не работайте дальше. Но это так, коротко о ролях. Возвращаемся к нашему скраму на одном слайде. Вот все роли отвечают за какой-либо процесс. В скраме есть вот то, что у нас называется ТЗ, или техническое задание в стандартном традиционном управлении проектами. В скраме немножечко иначе. Здесь есть так называемый Product Backlog. Это список общих пожеланий и требований заказчика, формализированный немножечко в другом виде. Вы наверняка слышали о том, что есть доски всевозможные, о том, что есть приложения для того, чтобы вести задачи, какие-то карточки наверняка, да, слышали, стикеры клеят на доски. Вот этот Product Backlog – это и есть эти стикеры на досках, да. Что за стикеры? Стикеры называются пользовательские истории, а юзер-стори – это то, что хочет клиент. Например, я хочу, чтобы на моем сайте пользователь мог выбрать товар и положить его в корзину для того, чтобы оформить заказ и увидеть весь перечень товаров, которые он заказывает. Да, ну это пример пользовательской истории в интернет-магазине. То есть кто в роли кого, для чего мне это нужно, да, и, в общем-то, что я хочу получить этим действием. Вот набор таких пожеланий, их, может быть, сотни, тысячи записываются в Product Backlog и распределяют приоритеты, начинают по ним работать. Кто составляет этот Product Backlog? Две роли, как мы видим. Product Owner – это человек, который за этот Product Backlog отвечает. А Scrum Master – человек, который ему помогает в этом. помогает с точки зрения понимания, какая сейчас атмосфера в команде, как настроены люди, как лучше сделать так, чтобы мотивация сотрудников не пострадала, но при этом были достигнуты результаты, нужные заказчику. Да, вот в таком ключе. Об этом еще подробно скажем. После того, как у нас есть эти самые пожелания, вот этот самый Product Backlog, дальше мы переходим к планированию спринта. И в этот момент мы вот из этих вот всех пожеланий выбираем приоритеты, которые нужны сейчас. Спринт Backlog формируем. Спринт – это сердце Scrum. Спринт – это одна итерация. Вы наверняка читали, либо слышали, что спринт ограничен по времени. Вскринт все ограничено по времени. Таймбокс называется, да, ограничение по времени. Так вот такие таймбоксы у спринта. Спринт ограничен по времени от одной до четырех недель. То есть, если вы работаете по Scrum, вы не можете, в общем-то, работать над достижением какого-то результата дольше, чем эти четыре недели. Во время спринта, в общем-то, участвуют, естественно, все участники команды разработки и непосредственно исполнители. Scrum мастер следит за тем, чтобы соблюдались правила Scrum, так таковые. Например, одно из правил Scrum – это вот то, что всегда идет бок о бок со спринтом. Это Daily Scrum Meeting или Daily Stand-Up, еще называют, или там Daily Scrum. Это ежедневные 15-минутные встречи, на которых команды обсуждают, какие у них есть препятствия, да, для того, чтобы двигаться дальше, что они делали сегодня, что они будут делать завтра, либо что они делали вчера, что будут делать сегодня, в зависимости от комбинации. В общем-то, три вопроса, да, что ты делал вчера, что ты будешь делать сегодня, и какие у тебя есть препятствия, чтобы это реализовать. Так вот, конечно же, такие 15-минутные митинги, правила которых, в общем-то, необходимо, чтобы эти митинги были всегда в одно и то же время, люди начинают этого избегать, понимаете, кому-то неудобно, задержались, не нужно, что-то еще. А это как раз одна из фишек Scrum, да. Здесь все является именно теми условиями дисциплинарными, для того, чтобы добиться лучшего результата в короткие сроки. И для того, чтобы этого результата достичь, нужно все время держать команду в тонусе, понимаете. Но не указывать ей, что делать, а быть именно таким фасилитатором и коучем. Вот эту роль и выполняет Scrum Master. Он создает такую атмосферу в команде и очень мягко, но в то же время с твердым пониманием, что это верно, направляет команду проводить 15-минутные митинги, формировать карточки, делать так, чтобы эти карточки двигались по Scrum доске, показывая, что движение проекта идет. А этот же человек помогает команде вовремя работать со своими временными рамками. Ну, то есть человек, который по факту является таким именно слугой-помощником для команды. Слугой в хорошем смысле этого слова. Он помогает людям, которые являются специалистами в определенной отрасли, достигать хороших результатов. Сразу могу сказать, что в небольших проектах нет требований к тому, чтобы Scrum Master был технически подкованным специалистом. Чем сложнее проект, тем важнее, чтобы Scrum Master был именно технически подкованным специалистом, либо специалистом в той отрасли, в которой у вас проект. То есть чем сложнее проект, тем важнее, чтобы Scrum Master обладал определенной квалификацией в данной отрасли. Вот, например, в IT-отрасли сейчас очень часто Scrum Master, у меня в компании точно так же Scrum Master – это бывший Team Lead, да, вот если кому-то знакомы эти понятия. Мы с вами сегодня будем говорить о том, что Scrum Master очень часто требуется в компании, которые работают в банковской сфере. Конечно же, потому что это IT-компания уже сейчас в большинстве своем. Так вот, там Scrum Master тоже не обязательно быть подкованным технически, но будет классно, если он в том числе обладает пониманием того, как разрабатывается некоторое ПО, хотя бы как простой пользователь, да, видит какие-то ошибки, баги, и в то же время понимает финансов. Ну, это как пример. Тоже дальше об этом скажем. Но это не является обязательным условием. Так вот, любой спринт, в этом его тоже фишечка, любой спринт заканчивается демонстрацией результата. То есть команда берет на спринт такие задачи, и в этом определенной сложной, за этим тоже должен стоить Scrum Master, такие задачи, чтобы в конце получить результат, в Scrum он называется, инкремент, который мы сможем внедрить в наш реальный бизнес-процесс. Какая основная проблема всех проектов, как вы думаете? Вот напишите, пожалуйста, в чат. Как вы думаете, в чем основная проблема большинства проектов, как со стороны заказчика, если смотреть его глазами, так и со стороны исполнителей? Как вы считаете? Просто Scrum Master, он работает над тем, чтобы эту причину устранить. Да, не укладывается в сроки, вы правы. И знаете, либо постоянно оттягивают, да, кажется, еще немножко доработают, все верно, изменяются требования, немножко доработаю, посмотрим еще. И таким образом в проект вкладывают деньги, усилия, тратят время людей, но при этом заказчик, неважно внутренний он, либо внешний, не получает внутренний, я имею в виду, например, у вас есть финансовая служба, которая IT-службе дала задание 1С доработать, да, это вот внутренний заказчик на всякий случай. Вот, внутренний заказчик и внешний заказчик не получает результата. Ну, и со временем, знаете, мотивация падает, проект становится уже менее интересен, появляются новые проекты, идеи, никто не зарабатывает на этом, да, то есть нет никакой, даже дело не в монетизации, а в том, что люди не получают удовлетворение от своей деятельности. Ну, отчасти, наверное, поэтому столько людей, которые недовольны своей работой, своей карьерой, едут с потухшими глазами в метро, либо стоят в пробках, в общем, это прям грустная история. Так вот, для того, чтобы этого не было, для того, чтобы все-таки мы не старались страдать перфекционизмом, сделать все идеально с первого раза, а мы пытались проверять наши теории и пытались как можно быстрее внедрить изменения на рынке, нам нужно двигаться по скрам. Что это значит? Это значит каждые две недели давать результат какой-либо, и мы должны выбирать такое количество задач, которые, знаете, не просто разбросаны в хаосе, и вот мы как будто бы много всего делаем, но в итоге ничего не достигаем, у нас нечего предъявить миру, да, а мы собираем такое количество задач для того, чтобы все-таки получить результат. На примере того же интернет-магазина. Мы все с вами замечаем, что как только появляются интернет-магазины, не у всех из них есть оплата картами сразу же, да, потому что это уже следующий шаг. Не у всех из них есть сразу выбор каталогов по категориям, иногда там выброшено большое количество товаров без категорий, либо с категориями элементарной, без сильной фильтрации. То есть мы разбиваем наши задачи как раз поэтапно. Сначала мы делаем какую-то площадку, простой сайт, на котором проверяем нашу теорию, да, о том, что наша бизнес-идея в принципе имеет право на жизнь, и наш продукт пользуется спросом. После этого уже, то есть сначала делаем must-have, да, то без чего вообще интернет-магазин существовать не может. Это элементарные вещи, как корзина, товары, какие-то обязательные документы, размещенные на сайте и так далее. Следующий этап. Мы поняли, что есть небольшой спрос. Мы начинаем работать над фильтрами, работаем с категориями, работаем с онлайн-оплатой. Сделали, видим, что поток растет, классно. Бизнес, значит, имеет право на жизнь. Двигаемся дальше. Мы не стараемся с нуля сделать сразу идеальный интернет-магазин, который принимает все виды платежных систем, работает с PayPal, в общем-то, работает с всевозможными другими агрегаторами, выдает кредиты, что-то еще, и только потом запускает. Есть шанс, что он потратит на это миллионы рублей, а результат у нас не будет, да. В этом отличается традиционный подход от Scrum. В том, что в традиционном подходе вы соберете все техническое задание заказчика, ну, либо все требования заказчика, да, если это проект, ну, любое на самом деле, техническое задание, это такое общее, в принципе, название. А только потом начинаете чего-то внедрять. Делать это до конца, может быть, даже энное количество месяцев, 4, 6, 8, 10, и только потом получаете результат. Либо не получаете и считаете убытки. Scrum просто избавляет вас от этого. Во-первых, команда точно знает в этот момент, что она работает с нужным продуктом, и ее мотивация растет. Во-вторых, заказчику нравится, что он правильно, в общем-то, сделал выбор в своей нише или там в своей какой-то бизнес-идее, и он, естественно, воодушевлен, вдохновлен и получает результат. Более того, сроки, вот это действительно, Ахиллесова пята проектного управления, здесь у нас очень твердые, потому что мы берем в спринт только те пользовательские истории, которые доподлинно нам понятны и известны. Об этом мы тоже скажем чуть позже. Так вот, любой спринт заканчивается демо, на котором мы, вот видите, вот здесь появляется такой красный герой, менеджер. Менеджер – это один или несколько, или целое, может быть, подразделение людей со стороны заказчика, которые могут принимать решения, и которые могут посмотреть продукт, который вы получили, и сказать, то мы делаем или нет. Кстати, Scrum очень часто используют вообще при разработке любой документации. В компаниях, в которых, в общем-то, может быть, как бы мы сказали с вами, много бюрократии, да, но есть бизнесов, без которых здесь нельзя обойтись без документов. Так вот, я знаю, и у меня есть клиенты, которые разрабатывают даже документацию с спринтами. Очень удобно. После спринта есть то, что в традиционном менеджменте проводится только один раз в конце проекта, ну, либо несколько, если проект имеет промежуточные вехи. Так вот, ну, вехи заключительные, да. Так вот, в конце каждого спринта, то есть по факту каждые две недели, вы проводите ретроспективу с командой. Что же это такое ретроспектива? Это событие, на котором команда разбирает, что они могут улучшить в своей работе. Как они пишут эти карточки, подходит ли им доска, в нужное ли время они собираются на daily meeting, а может быть, им нужно это перенести и так далее. То есть они каждый спринт совершенствуют не только продукт, но еще и себя. Понимаете? Фишка в том, что ты в результате получаешь очень классную команду с очень классным продуктом. Ну, это так. Коротко о скраме, к сожалению, больше оставить на этом не могу сейчас. Если будут какие-то вопросы, вы можете писать. Либо, как я уже сказала, у нас есть большой курс, посвященный скрам, где мы об этом говорим, о каждом из событий, о ролях очень подробно. Дальше. Ну, я думаю, что основные вещи понятны. Если понятно, пишите, если есть вопросы, так же задавайте их. Следующие роли мы уже сказали. Все вместе эти роли называются скрам-командой. И теперь мы поговорим о том, какие же обязанности есть у скрам-мастера и какая же роль именно данного человека в проекте. Более подробно. Первое. Скрам-мастер – это человек, который… Это очень важно. Это человек, который полностью понимает методологию скрам. Дело в том, что одна из его основных задач – это как раз следить за тем, выполняются ли… Ну, вообще, следует ли команда работе по скрам или нет. Очень часто говорят скрам… Ну, кстати, сейчас уже реже, слава богу, потому что люди научились, послушали, побывали на многих мероприятиях, семинарах и поняли, как это работает. Раньше говорили, скрам не работает. Мы прочли книжку Джефф Сазерленда, мы прочли скрам-гайд, все сделали как нужно, у нас нет эффекта. Это был обман. Люди не делали все как нужно, они не соблюдали скрам-подходов, более того, не следовали методикам, и очень часто скрам-мастеры делали как одного из участников команды. Ну, знаете, ты вот разработчик, но ты здесь самый классный, или там ты, видимо, такой социально активный, ты хорошо общаешься с людьми, будешь скрам-мастером у нас. Это невозможно. Невозможно совмещать роли, невозможно быть на 100% погруженным в работу команды, в атмосферу команды, в организационные вопросы, если ты при этом должен код писать, ну, грубо говоря. Либо если ты при этом должен документ разрабатывать, либо если ты при этом должен, в общем-то, заниматься какой-то операционной деятельностью. Ну, мы все сами знаем, что самая большая беда вообще управления проектами в России в том, что никто не может обосновать очень, ну, к сожалению, так часто бывает, не могут обосновать, почему руководитель проекта не должен, в том числе, быть исполнителем, администратором проекта и так далее, все в одном лице, и поэтому бедный РП бегает как белка в колесе и пытается спеть все и сразу, там, вообще с неограниченным рабочим днем, вот. Ну, и при этом проект страдает, конечно же, потому что человек не может заниматься своими основными задачами. Либо не страдает проект, но при этом страдает человек, который работает, там, 14, 16, 20 часов в сутки, минимально видится семьей и, в общем-то, конечно, очень быстро выгорает, да. Так вот, Scrum Master человек, который как раз следит за тем, чтобы не было выгораний, а была только продуктивная работа, и чтобы команда умела расставлять приоритеты. Это такой коуч команды во время работы всего проекта. Более того, когда только внедряют Scrum, у нас же, ну, компания, либо даже ваш небольшой бизнес состоит не только из команды, которая этим занимается, а еще и из бухгалтерии, либо каких-то фрилансеров, каких-то, может быть, сторонних исполнителей. Им тоже нужно рассказать, как работает Scrum. Кто это будет делать? Конечно, Scrum Master. Ну, то есть, это должен быть какой-то человек, связующий звено, который помогает всем участникам проекта и всем участникам, которые как-то связаны с проектом, понять и вообще, в общем-то, плюсы и минусы Scrum, да, объяснить, когда, почему он работает, почему брали данный подход и когда он нужен. Забегая вперед, скажу. Ну, вернее, даже не забегая вперед, а опционально в рамках нашего сегодняшнего вебинара скажу. Scrum хорош в длительных проектах, когда нет четких требований и пониманий. Если у вас проект, где все четко регламентировано, есть четкие требования, все расписано по часам, ну, например, строительство какого-то здания, да, сама технология строительства, либо автомобилестроение, фарматостическая отрасль, само производство, которое четко выверено, не нужно его управлять по Scrum. Традиционный подход, каждый этап отдельно, после ТЗ, отлично работает. Но если вам нужен, например, в рамках того же автомобилестроения, да, вот как раз сейчас компания АвтоВаст Альятти активно переучивается, если вы хотите, чтобы ваш бизнес рост трансформировался, то тогда да, вот в рамках стратегии Scrum необходим, то есть для бизнеса каких-то изменений. Так вот, Scrum мастер, помимо того, что он является лидером-помощником, он еще объясняет процессы, как мы уже поняли, да, я думаю, что всей команде, и, важно, устраняет препятствия. По факту препятствия может быть что угодно. Я, к сожалению, вынуждена торопиться, но если вы готовы меня слушать чуть подольше, я рада. Значит, препятствия, может быть, что угодно, в том числе, например, пришел человек новый в команду, ему организовали рабочее место, но ему не нравится его монитор, не нравится, как он сидит, дует кондиционер, что-то ему неприятно. Стандартно бы сказали, типа, ты что, возмущаешься, вообще работаешь, и отлично, да, у тебя есть работа, радуйся. А Scrum в командах не так. Так, важно, чтобы человек не испытывал никаких препятствий к тому, чтобы выполнять свою работу на 100%, чтобы человек во время рабочего времени не думал о том, что ему что-то мешает, а именно думал о том, как принести пользу проекту своей профессиональной деятельностью. Scrum мастер как раз нужен для того, чтобы все вот эти препятствия исключать, да, то есть, например, не нравится компьютер, он идет договариваться с тем, как можно заменить и какие сроки, и успокаивать человека. Либо видят, например, не дай бог, конечно, если у человека что-то случилось в семье, и он некоторое время встревожен, либо он не может работать продуктивно, значит, ему организуют отпуск, либо что-то еще, да, какие-то такие вещи. Для чего? Для того, чтобы атмосфера в команде, структура команды, заинтересованность и мотивация людей всегда была на 100%. То же самое бывает, что приходит человек к команду, особенно когда новые проекты набирают группу людей, незнакомых между собой, и возникает друг у друга у каких-то двух, либо трех людей неприязнь, опять же, к одному человеку, либо к целой группе людей. Что делать? Обычно некогда с этим заниматься и некому этим заниматься, потому что руководитель проекта, если он традиционный менеджер, он там один руководитель проекта, он следит только за бюджетами, сроками и так далее. Ему не до этого. А тут две роли. Видите, продукт-онер отвечает за бизнес, бюджеты, сроки. Какие-то сроки еще команда отвечает, мы об этом скажем. А скромастер отвечает именно за то, чтобы в команде была дружеская, деловая и, главное, продуктивная атмосфера. Понятно? Это первый момент. Вторые пункты, они связаны... Ну, такой второй блок, он связан, скажем так, с тем, что скромастер, я еще раз повторюсь, но это важно, он не участвует в содержании проекта. То есть он не влияет на его содержание. Он, как исполнитель, получив приоритет от продукт-онера, услышав пожелания заказчика на демо, которые проходят каждый конец спринта, поняв атмосферу, видя, как работают специалисты в команде исполнителей, в девелопмент-тим, и вообще, как двигается проект, помогает всему этому делу существовать и бесконечно долго поддерживать процессы скрома. Вот процессы скрома – это как раз составление политических историй, расставление их приоритетов, митинги, непосредственно улучшение работы команды, рост команды, мотивация каждого участника. То есть он работает с этим. Такой управленец, но в то же время мягкий управленец, не указатель, а фасилитатор. Вот модное слово «фасилитатор», мы сейчас тоже о нем скажем. Итак, немножечко подытожим. Кстати, в конце нашего вебинара я покажу вообще все этапы, как работать по скраму в случае, если у вас есть такая задача. Итак, основные функции. Давайте поговорим о функциях и перейдем к характеристикам этого человека. Основные функции скром-мастера – это устранение проблем, которые могут образоваться внутри команды, это выявление скрытых вопросов. Знаете, люди, особенно в нашей стране, вы наверняка замечали, не все открытые, не все… А скам – это вообще про открытость, да? Не все очень осторожно друг к другу относятся. Вот чтобы это исключить, нужен человек, который будет этому способствовать. Скром-мастер в данном случае. Как вы понимаете, этот человек должен быть, знаете, как я всегда говорю, социально активным. То есть ему должно быть не плевать на людей. Если вам больше интересен бизнес и не так интересны люди, лучше не работать скром-мастером. Если же вы за людей, за то, чтобы вам было интересно всевозможные психологические взаимодействия, какой-то коллективный дух, если вам как раз нравится делать из ряда людей команду, будьте скром-мастером, вам это подходит. Значит, смена статуса задач в принте, в том числе иногда может быть, если команда сильно занята, скром-мастер может помогать ей, в том числе в организационных вопросах. Ну и помощь к протоконеру – это такие пока общие функции. Вот. То есть это его роль в скраме. По сути, мы сейчас поговорили о функциях, если какие-то есть вопросы, пишите. Если все понятно, и если… Хотя напишите, вы так и думали, что скром-мастер занимается именно этим, или у вас были другие предположения? Напишите, пожалуйста. Следующее. Есть, как я уже сказала в начале нашего вебинара, есть понятие agile coach и скром-мастера. Чем они отличаются? Давайте коротко скажу. Ага, да, Эмили, отлично. Хорошо. Просто надо думать, что этот человек, например, вообще ничего не делает, а только должен о скроме рассказать, тренинг провести и все. Agile coach и скром-мастер. В чем же отличие? Вот если у вас один либо несколько проектов одинаковой направленности, то есть какой-то одной специализации или специфики, либо у вас… Кстати, мне некоторые пишут личный чат. Я прошу писать в чат общий, чтобы всем участникам было видно. Да, я вижу. Вижу комментарии. Спасибо. Значит, у нас, значит, скром-мастер работает с одной либо несколькими командами, либо с отделами, да, если мы внедряем скром, и, скажем так, четко помогал непосредственно стремлению, да, и росту команды для реализации всех вздуманных вещей. Следующее – это слушание, да, такая характеристика, которая действительно помогает, и которая является, ну, неотъемлемым качеством, которое должно быть у скром-мастера. Самопознание, эффект убеждения, предвидение какой-то ситуации, да, особенно ситуация, связанная с людьми, поэтому я говорила, что если вы социально активный человек, то есть вам нужно работать скром-мастером. Если же нет, если вам больше интересны бизнес-процессы, то здесь, конечно, в общем-то, предвидение вам поможет, но тогда уже лучше в роли продуктов-оунера. И создание сообщества, создание группы, которые найдены идеи, миссии, которые готовы двигаться, заниматься классных результатов, да, это очень важно, действительно, если вы хотите получить хорошие результаты в проекте. Следующее, о чем мы поговорим, это, конечно же, основные качества скром-мастера. Напишите, пожалуйста, сейчас, как вы думаете, исходя уже из понимания обязанностей его, исходя из характеристик личностных, какие же главные качества у скром-мастера. Да, я начну для того, чтобы было чуть понятнее. Конечно, а, у меня слайд, в общем-то, стало сразу все видно, но давайте, да, чтобы не томить. В общем-то, это эмпатия, это действительно, в общем-то, как я уже говорила, умение сопереживать, умение чувствовать ситуацию, но не стараться каким-то образом ее пропустить через себя, да, для того, чтобы сохранять свою личностную энергию. Фасилитация. Что такое фасилитация? Это умение таким образом организовать работу, встречу, либо целую даже работу в коллективе, что вы не даете конкретных указаний, что делать, а вы направляете мысли в команду. Для этого есть масса практик, есть классная книга, смарт-команды, да, в общем-то, где учат фасилитацию. На самом деле, в нашем тренинге, о большом тренинге для скром-мастеров трехдневном, мы, безусловно, говорим о всех практиках фасилитации и очень четко, в общем-то, учим скром-мастеров на реальных примерах, в реальной команде работать с этим. Коучинг, да, что является тоже, вы уже понимаете, сходя из-за того, что вообще лидер-слуга непосредственной задачей скром-мастера. Коммуникацию, управление изменениями, это важно, потому что мы должны сами понимать, что в каждый спринт приоритеты могут меняться, и для команды, и особенно для команды разработки в IT-отрасли, это большой стресс. Конечно же, нужно пытаться помочь и уметь работать с изменениями, и в том числе как с командой, так и в проекте в целом. Ну, знание джайла, безусловно. Без знания и философии джайла, без практик скрома проблематично. Теперь поговорим про джайл-коуча. Да, мы сказали, чем они отличаются друг от друга сегодня, и, значит, нужно точно понимать, что если вдруг появился джайл-коуч в вашей команде, что он будет делать точно, если настоящий джайл-коуч? От чего он будет стараться уйти в рамках вашего процесса, бизнес-процесса и в целом процесса в проекте? И к чему он будет стремиться прийти в вашей команде? На экране выведено, я не буду повторяться. Главное, что этот человек не будет стремиться руководить, не будет стремиться давать им указания, не будет стремиться пытаться, знаете, только дисциплинарными мерами добиться хороших результатов. Не будет, в общем-то, стараться самому решать те проблемы за команду, потому что мы должны понимать, что команда в скраме, она самоорганизованная и самодостаточная. Достаточно, желательно, чтобы они умели работать самостоятельно, а только направлять – да, быть фасилитатором – да, но не решать за них вопросы. А к чему будем стремиться? Стремиться к тому, чтобы люди в команде действительно стали сотрудничать друг с другом. Для этого нужен коучинг, нужна индивидуальная беседа, нужно пытаться прокачать каждого отдельного участника команды как личность для того, чтобы он достигал высоких результатов. Спрашивать ответы у команды, да, вообще на какие-то вопросы, которые могут появляться. Позволять команде искать свой собственный путь, да, не стремиться к каким-то шаблонам, паттернам, не стремиться к тому, чтобы команда чувствовала себя в каких-то рамках, а чтобы как раз-таки индивидуальные люди искали для себя свой путь. На самом деле, сколько команд, столько и практик, сколько команд, столько и путей, потому что люди все разные, а уже в комбинации между собой, так это вообще отдельная история. Поэтому действительно, каждая команда – это новый мир. Там свои правила, и, естественно, эти правила нужно учить команду создавать так, чтобы они работали на команду, а не против нее. В этом тоже роль скрам-мастера. И возвращать проблемы команде. То есть, если мы понимаем, что проблема не решена, значит, нужно ее возвращать и работать с ней. Не обижать от нее, не скрываться, а именно работать с ней. На слайде специально выведу действительных способов и видов мышления настоящего agile коуча. Отчасти это сочетается и со скрам-мастером, потому что действительно нужно было некоторым мышлением для того, чтобы достигать лучших результатов. Первое. Нужно уметь, знаете, считывать информацию в пространстве, читать меру срок, слышать между высказанным, да, потому что действительно люди, ну, большинство людей все-таки скрытны, особенно если мы говорим в разработке ПО, либо в целом на каких-то технических специалистах. И, конечно же, важно непосредственно уметь чувствовать, что происходит в команде в данный момент, раз ли об этом открыто не говорят. Следующее – это беспокоиться о продуктах, да, больше, нежели чем о… вернее, беспокоиться о людях больше, чем о продуктах, простите. Действительно, нужно понимать, что какой бы ни был классный продукт, люди играют им большую роль, кстати, хорошую, организованную команду, дружную, которая бы своевременно и как бы с отдачей работала на результат, не такое простое занятие. И это нужно беречь, ценить, в общем-то, да. Думают о людях хорошо. Действительно, не нужно стараться искать минусы, они все найдутся. Нужно стараться даже в самом, казалось бы, для вас странном человеке увидеть зерно ценности в его словах, увидеть его хорошие качества для того, чтобы достичь результатов вместе, опять же-таки. Если скам-мастер, либо джайл-коуч будет видеть в людях только плохое, либо негатив, либо стараться каким-то образом придираться к ним, не о чем говорить, понимаете. В этом случае у нас не будет классного результата для команды. Теперь, значит, важно, что, в общем-то, понимать, что какие бы вам ни попались люди, если будете работать с предложенными командами, все равно можно достичь хорошего результата. Верят искренне, что равновесие имеет большое значение во всех сферах, поэтому личностный рост, умение прокачать команду, умение спозиционировать, дать возможность, направить каждого человека к своему росту, личностному, это очень важно. Не бояться ошибиться, но все двигаются дальше, и стараются в итоге все равно быть победителем в той ситуации, в которой они оказались. Теперь поговорим о вопросах таких, да, поговорили о вопросах высоких. Теперь поговорим о вопросах более отоземленных, важных. Очень часто меня спрашивают в наших больших трейнгах о сертификации, о том, какие лучше получить гранты, ой, простите, какие лучше получить сертификаты, какие лучше получить гранты, да, эти профессиональные, в общем, какие лучше получить грамоты, какие лучше получить, в общем-то, достижения, сколько стоит, да, где можно выздавать и так далее. Начнем с того, что я сегодня в начале нашего вебинара показывала PMBOK гайд от PMI. Так вот, PMI, Product Management Institute, это самый большой известный мировой университет по управлению проектами, и там действительно, в общем-то, есть очень много сертификаций, которые имеют мировое значение и ценятся, в общем-то, всегда. С 2018 года, как только после того, как вышла шестая редакция, вот у этого PMBOK есть много версий. Сейчас вышла шестая, но является примерно раз в 4-6 лет. Так вот, в шестой редакции уже есть вопросы относительно, ну, непосредственно касающиеся Agile, потому что вышло предложение Agile Taxi Guide, которое мы тоже сами видели. Поэтому сейчас можно сказать, что первая важная сертификация, стандартная PMBOK уже будет круто. Но есть, конечно, специализированные, мы сейчас на них посмотрим. Первая – это сертификация для Scrum Master of, она так и называется, сертификация Scrum Master, от Scrum Альянса. Scrum Альянс – это компания, да, то есть образовательный центр, который был создан двумя создателями, создателями и в целом, ну, создателями, да, так и скажем, создателями Agile Манифеста. В общем-то, и Scrum Альянс, ну, по сей день является самой такой, знаете, не то чтобы значимой, но самой ценной сертификацией Scrum Альянса для, в общем-то, мира Scrum и Agile. По ссылке есть все данные бета-сертификации. Следующая – это сертификация специализированная по Agile от того же PMI, да, PMI-ACP. Также сможете по ссылочке, кстати, это ссылочка на носковское представительство PMI, почитать и посмотреть, что у нас в итоге, в общем-то, какие есть правила на русском языке, все описано, сможете посмотреть. Обращаю ваше внимание, что все сертификации ниже, ну, вернее, на этом слайде, они проходят на английском языках. Сертификация Agile Scrum Master от провайдера GDIN. Также, в общем-то, она, ну, у меня есть такая, знаете, градация по убыванию ценности. И GDIN, на самом деле, ценная сертификация. Я, если честно, считаю, что сейчас это уже именно с нее. Она проще, стоит дешевле. Ну, то есть, и у вас действительно будет возможность оценить свои силы и вообще понять, насколько вам это нужно. Теперь, насколько важна сертификация? Я считаю, что важна. Важна как к точке зрения подтверждения твоей квалификации, так и лично для тебя. Потому что подготовка, она действительно достаточно сложная, особенно для PMP, да, и CCM. И, в общем-то, она занимает время, она подталкивает вас к прочтению большого количества литературы, подталкивает вас к прохождению тренингов, подталкивает вас к всевозможному коннекту, да, с другими людьми из отрасли, и поэтому позволяет вам расти. Так что это, безусловно, важно. Да, я хочу на это обратить ваше внимание. Итак, вопрос, который часто волнует, да, часто волнует многих моих слушателей. Сколько же зарабатывают Scrum Master, в каких компаниях они требуются, что делать, в общем-то, чтобы больше зарабатывать. Здесь все просто. Первое. Есть рыночная стоимость Scrum Master. Scrum Master в Москве стоит от 150 до 250 тысяч рублей, в зависимости от его квалификации, от того, насколько у него сложная загрузка, от того, насколько сложный проект, и, конечно, от того, насколько проект прибыльный. Надо понимать, что вы зарабатываете, но я думаю, что это всем уже понятно, что вы зарабатываете тем больше, тем больше зарабатывает ваш проект. Есть у вас заказчик внутренний, то есть, например, Сбербанк – это внутренний заказчик для некоторых команд, есть команды, которые работают вовремя, есть команды, которые работают внутри, но, тем не менее, все вместе они работают для достижения лучшего результата. Сейчас Scrum Master как никогда требуется во все крупные банки – Альфа-банк, Лайфайзенбанк, Сбербанк, в общем-то, вы можете посмотреть на HeadHunter. Вакансии всегда в месяц новых примерно, ну, есть в Москве, да, это порядка 30-40 вакансий. Может быть, это не так много, но зато это очень хорошие рабочие места, это возможность развиваться в интересных компаниях. Мы не забываем про удаленные команды, мы не забываем про сообщество. На самом деле, на данный момент я считаю, что Scrum Master больше веществует в всевозможных IT-сообществах, и там, оказывается, даже больше, нежели чем на HeadHunter, либо SuperJob, да, которые, может быть, для многих соискателей более привычны. Ищите в сообществах на Facebook и ВКонтакте очень классные группы для Scrum Master of Agile, можете прямо посмотреть по ключевым словам. Там у вас будет возможность познакомиться с представителями реальных команд, которым требуются реальные коучи, реальные фасилитаторы, и действительно, они хотят надереть практике Scrum, им для этого нужен проводник. И можете стать вы. Как я уже сказала, средний цена в Москве 150-250 тысяч рублей. По факту в регионах эта стоимость чуть ниже, но команда, если работает в регионах, в смысле, если он работает прям офлайн, на рабочем месте с 9 до 6, если же эта команда удаленная, да, у вас становится немножечко размытый график работы, иногда вы работаете там ночью, когда все спят, но зато в каком бы регионе бы ни работали, ваша заработная плата может быть, как в Москве, на уровне, то есть никаких проблем здесь нет. Как же больше зарабатывать? Больше зарабатывать – это просить больше ценностей. Как просить больше ценностей, я вам сейчас расскажу. Итак, для этого вам нужно, как Agile Coach, как Scrum Master, отвечать на вопросы, которые указаны ниже. Они сложные для работы с командами. Ваша задача действительно сделать так, чтобы ваша команда была для вас опорой, стеной, для того, чтобы она давала вам лучший результат. Такие команды, безусловно, ценятся на рынке, ценятся ваш вклад. И, конечно же, если вы коучите целую компанию, то, безусловно, как только будет результат, вы сразу получите хорошую отдачу, в том числе материальную, если вы сможете договориться об этом, мы скажем, отдельно. Но вы должны понимать, что самая главная команда. И для команды есть индикатор. Они простые, человеческие, но на этом мало кто работает, поэтому я их специально выписала на такие слайды, на которых вы сможете это посмотреть и четко понять. Например, начнем с самого элементарного. Шутят ли люди друг с другом? Есть ли какой-то юмор, знаете? Это важно для того, чтобы понять атмосферу. То же самое, посмотреть, насколько люди вообще готовы высказывать свое мнение. Это важно. Если люди вообще молчат или не делят свое мнение, их нужно привлекать к этому обсуждению. Вообще, насколько команды готовы к новым решениям, либо они мыслят паттернами и стандартами, стандартными какими-то вещами. Это важно, и поэтому, безусловно, на это нужно обращать внимание в том числе. Вся всегда проблема, мы, как вы уже сегодня сказали, что большая проблема в проектах, это в сроках, в том, что меня есть требования заказчика. Правда так? Но всегда нужно понимать, насколько команда действительно готова давать хорошую обратную связь как друг другу, так и членам, в общем-то, команды заказчика, то есть нашего кастома в проекте. Дальше. У нас есть определенные, ну, скажем так, вещи. Мы хотим избавиться от какого-либо, знаете, такого шушукания, грубо говоря, плохого, да, от какого-либо обсуждения за спиной внутри команды. Поэтому вопросы последние вам тоже важны для себя ответы. Следующая группа вопросов, она больше про вас, с одной стороны, а с другой стороны, она тоже показывает, насколько вы готовы работать в этой команде. Если вы не готовы работать в команде, вы, скорее всего, не прийдете, есть результат, а значит, не будете зарабатывать саши деньги. Мы, к сожалению, в рамках этого курса не будем подробно говорить о составлении резюме, да, в рамках этого вебинара, но мы об этом подробно говорим в нашем большом курсе, который будет проходить в апреле. Так вот, может ли вы, как член команды, да, рассчитывать на поддержку, если речь идет о вашей карьере, насколько вообще вас поддерживают? Насколько вы готовы поделиться личной информацией, если вы понимаете, что это может быть вашим уязвимым? И так далее. Все эти вопросы помогут вам понять, насколько вам близка команда, близки эти люди, насколько, как я уже сказала, вы сможете принести ей пользу. Вот такие хитрые, незамысловатые бизнес-хаки, которые, надеюсь, могут вам помочь. Как я обещала, в конце я расскажу об этапах работы Scrum. Первое – это инициация, ну, если мы говорим, например, о разработке IT-продуктов, да. У Крупьёна еще написала 12 пунктов, чтобы было понятно просто, как двигаться. Как двигаться, если у вас Scrum. Итак, инициация разработки, да, то есть заказчик плюс продактонер занимается этим. Дальше. Написание польских историй. Составление mindmap. Mindmap – это такая карта интеллектуальная для тех, кто не знает, для того, чтобы работать непосредственно с тем, что же нужно сделать в проекте. Создание прототипа, согласование прототипа с заказчиком. Только после этого мы передаем разработку, в дизайн, то, что мы утвердили. Почему это важно? Потому что в дизайн и разработку должны передаваться, как я уже сказала, те задачи, которые полностью понятны. Так, они у нас тоже должныаться в спринт. Это нужно четко понимать. После этого же вершка, тестирование, какие-то правки, демонстрации. Все эти этапы должны проходить в один спринт. Спринт, как я уже говорила, напоминает одно из четырех недель. Если это разработка ПО, желательно, чтобы спринт был порядка двух недель. Это самый удобный и комфортный срок для реализации. Поначалу нужно строить функциональный скелет в программном обеспечении. Тогда вы будете точно понимать. И в этом скрам-мастер помогает ориентироваться к команде. Значит, то, как должна в целом работать наш труду. Первое – это то, что сверху вы должны видеть, как это должно работать. Ну, помнишь, что скрам-мастер – человек, который помогает и стремится к простым решениям для достижения лучших результатов. Сначала вы должны видеть, как это работает, потом доработать, потом довести до готовности к релизу, а только после этого уже какие-то улучшения. То есть не стараться с самого начала писать все и пытаться это достичь. Нет, сделайте минимум, потом подумайте, как работает и так далее. Таким образом, ваш труд будет, правда, развиваться. И сетка возможностей. Это как раз то, в какие направления вы экскрам-мастер можете помогать развивать своей команде для того, чтобы вытекать высоких результатов и хорошо зарабатывать. Итак, пользователи-заказчики. То есть это как раз то направление, куда можно помыслить. Выгода пользователей. Ну и так далее. Не будет опять шутерет, что написано на слайде. Просто задавайте вопросы в каждом этих направлении и думайте, что именно вы и ваша команда может сделать для продукта и проекта, в котором вы работаете. Таким образом, ваша работа будет максимально эффективной. По правде, отвечая на вопрос, как же обосновать, в общем-то, что нужен скрам-мастер, да? Вот как раз таки посчитать. Посчитать то, сколько теряет команда, сколько ей требуется времени на согласование, сколько теряет продукт-оунер или там менеджер проекта, если он так называется у вас, при реализации. И реально реализовать такую таблицу с подсчетом и понять, что 150 тысяч рублей – это может быть не такие большие деньги для рамка этого проекта для того, чтобы достижить результата. Если это большие деньги, значит, поищите скрам-мастера начинающего, который будет стоить дешевле. И вылезает на вопрос, как же, кому же я нужен без опыта? Командам, у которых может быть недостаточно бюджета, но которые уже поняли, что им нужен скрам-мастер. Не нужно этого бояться. Да, может быть, у вас будет доклад чуть ниже 90-110 тысяч рублей, не будет KPI, но зато вы получите реальный опыт, который затем сможете предать как свой кейс. Копите портфолио, работайте над собой, переходите к нам на тренинг, который вы приходите в апреле, где мы как раз-таки поработаем с вашим резюме. Я надеюсь, вам будет очень полезно. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Если нет, я очень рада была вас всех видеть. Спасибо, что присоединяемся к нашему вебинару сегодня. И всего доброго. Ага, есть вопросы. Так, спасибо. Смотрите, что касается, где искать вакансию. Как я уже сказала, это как от Хантер. Так и, в общем-то, какие-то ресурсы. Я уже говорила, что есть специальные группы. Прямо так и набирайте. Scrum, Agile. Есть много групп, альянсов, которые есть как в Facebook, так в ВКонтакте, так и в Одноклассе, кстати говоря. Где очень часто люди просто в целевых группах, еще целевых людей размещают объявления. Требуется продакт-менеджер, требуется скрам-мастер-команду и так далее, и так далее. Таким образом вы сможете дать свои реальные, отправить резюме этим людям, которым это правда нужно. И найти тех людей, которым нужны вы. Значит, конечно, разбить в Редюме на Хантере. Регулярно вы обновляете. Тут сертификация вам тоже поможет. Чем больше у вас сертификатов, тем лучше, грамотные люди понимают, что вы подготовились и готовы, в общем-то, давать хороший результат. У вас и для этого есть уже знания, которые подтверждены бумагой. Спасибо вам большое тоже. Да, я тоже рада была. Всего доброго. До свидания.